Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Помощи предпринимателям, по словам Путина, это могут быть меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет госзакупок. Программа Экономика. Цены на кировскую молочную продукцию вырастут. Повышение анонсировал в нашем эфире заместитель гендиректора кировского молочного комбината Федор Сураев. Последнее повышение у нас было в феврале прошлого года. Мы планируем повышение цен летом этого года. Порядка 5% затраты растут. Электричество, газ, водоснабжение, топливо регулярно увеличилось. Еще надо отметить, что с этого года в молочной промышленности будет внедрена система честного знака. Обязательно маркировка. С лета начинаем маркировать клеточное масло, сыр. В осени будем маркировать уже всю молочную продукцию. Это тоже на единицу упаковки определенные затраты есть. И на оборудование очень существенные затраты. В целом в Кировской области Кировстад роста цен на молоко пока не фиксирует. Так, по данным недельного мониторинга цен с 12 апреля на 1,5% даже стало дешевле молоко. Цены на сметану, сливочное масло и сыры не изменились. Экономика на 101 фм. Кировчане заплатили налогов больше на четверти, чем в прошлом году. Данные по итогам первого квартала приводят у ФНС. Собрано 14,5 млрд рублей на 3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговики объясняют это выходом все большего числа предпринимателей из тени и восстановлением экономики после пандемии. Выросли платежи НДС в полтора раза налога на прибыль. Треть уплаченной кировчанами суммы ушла в федеральный бюджет. 63% осталось на территории региона. Экономика. В завершении о валютах доллар сегодня 76 рублей 42 копейки. Официальный евро 92 рубля 4 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 фм. 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 Продолжение следует...